Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня хочу вам рассказать про первый премиум авианосец в нашей игре USS Saipan. Но так как вы знаете, что я на авиаках не катаюсь, то сегодня будет совсем необычное видео. Я вам расскажу историю этого корабля и так как она не очень богатая, расскажу еще много других интересных, связанных с этим фактов. И покажу, что из себя этот корабль представляет в ангаре, вообще как он можно получить и тому подобные вещи. А кататься на нем не буду, потому что ничего нового я вам на нем не покажу. Для этого есть другие люди и про них я тоже упомяну. Значит, что у нас представлял вообще собой Saipan. Saipan это легкий авианосец постройки на завершающего этапа войны. Войну он как таковую не увидел, потому что был на воду спущен в 45-м году. И необходимо вообще сказать, что же это были вообще за легкие авианосцы, которые строили США в конце и середине войны. После того, как Япония напала на Америку, то стало ясно, что война, которая начнется, она будет, в общем-то, решаться именно вот этими самыми авианосными силами и самолетами палубного базирования. У США авианосцы, конечно, были, они были и у Японии, но в Америке, как всегда, все хотят сделать как можно лучше, и поэтому решили нарастить свою авианосную группировку за счет большого количества легких именно авианосцев. Одними из самых первых, которые хотели переделать, это были авианосцы типа Independence, которые у нас на шестом уровне. И, если вы не знали, они были переделаны из крейсеров типа Cleveland, которые у нас тоже на шестом уровне. То есть было заложено очень много крейсеров, и еще в конце 41-го года, до начала войны с Японией, Рузвельт предлагал, что, ну, может быть, переделать несколько Кливлендов в авианосце, потому что Эссекс, который планировался к постройке авианосец, тяжелый большой ударный авианосец, он планировался только к 44-му году. Тогда про войну никто не знал. Но, как только война началась, сразу же, естественно, были ускорены темпы производства и Эссексов, который, в общем-то, в 42-м году вступил первый уже в строй в декабре 42-го, и тут же сразу решили переделать Кливленды, и решение это было принято в январе 42-го года. Ну, в общем, Индепенденсов определенное количество построили, но надо понимать, что они были переделаны уже из заложенных корпусов легких крейсеров, и, естественно, большой авианосной группировки нести не могли, а это было очень сильно критично. Поэтому уже после того, как был получен опыт постройки именно Индепенденсов, в 43-м году, в середине, было дано предложение построить другие авианосцы, уже непосредственно заложенные как авианосцы, но на базе, опять же, крейсеров. То есть взяли обводы корпуса внутренние, значит, какие-то там расположения, скажем, котельных отделений, машинных установок переборок, и взяли их не просто от чего-то, а от тяжелого крейсера типа Балтимор, который у нас на девятом уровне находится, и на основе этого Балтимора разложили авианосцы типа Сайпан. Предполагалось первоначально построить 18 новых авианосцев, ограничилось в результате все только двумя, и к ним были определенные требования, они должны были быть быстрее, более вместительные, с усиленной палубой для того, чтобы могли оперировать 9-тонными самолетами, как потом оказалось, не зря это было сделано. И, помимо всего прочего, туда они поместились 127-мм орудия, которые были на большинстве поздних кораблей уже американских, все ограничилось дело Бафорсами и Роликонами. И, собственно, учитывая то, что только в 43-м, начале 44-го года все это было согласовано, корабли были заложены в середине 44-го года. Два корабля, главной USS Сайпан и второй корабль USS Райт. Оба эти корабля были спущены на воду в 45-м году, причем Сайпан был спущен 8-го июля 45-го года, а, значит, Райт был спущен за день до окончания войны, 1-го сентября 45-го года, и введены они были в строй, естественно, много позже, в 46-м и 47-м соответственно. На службе оба эти корабля пробыли без малого по 30 лет каждый. Но про это мы еще поговорим, и все-таки хотелось бы рассказать вам буквально в двух словах, в честь чего же вообще был назван Сайпан, потому что, ну, вот, как бы даже у меня, когда человек, который интересуется историей, первое, что вот говорит Сайпан, мне сразу в голову как авианосец. Он когда-то был давно даже в ветке, был у нас на, по-моему, 6-м, что ли, уровне или на 7-м, но, в общем, я уже не помню этих подробностей, но он был как раз после Индепенденса, вот, и там как раз, или вместо него, что ли, ну, в общем, не суть. Этот авианосец очень хорошо вписывался изначально вот в ту концепцию, потому что он, несмотря на то, что войну не увидел, он был дальнейшим развитием легких авианосцев, после него, на самом деле до него были заложены Эссексы, но они как бы потом дальше перестраивались и были уже после него, и могли понимать реактивную авиацию. Ну, так вот, Сайпан. Вообще, в американском флоте была принята традиция называть корабли в честь чего-то, ну, например, там, линкора в честь штатов, называли там Монтана, Айова, крейсера называли там в честь городов, например, там Пенсакола, Кливленд, тот же самый, а у авианосцев такой традиции не было. Ну, Индепенденс в честь независимости, например, Сайпан в честь битвы за Сайпан, Мидуи в честь битвы при Мидуи, ну и тому подобное, то есть называли, как бог пошлет, в честь чего, в общем, можно. Так вот, битва при острове Сайпан, или за остров Сайпан, если быть точным, что вообще из себя представлял остров Сайпан? Достался этот остров Японии после Первой мировой войны, там было вообще много чего с этим островом связано, он первоначально был и испанской колонией, и немецкой колонией, но в 14-м году как раз Япония его оккупировала, и к началу Второй мировой войны Сайпан считался самым дальним рубежом обороны, вообще, в принципе, обороны Японии, и это была одна из самых ключевых точек. Вообще, остров был затерян там где-то в океане, он находился далеко, то есть не входил в какие-то крупные такие образования островов, там где-нибудь рядом с Филиппинами, или еще где-то не находился, ну, мало кто знает, где что находится вообще, как бы на слуху слова, но где это находится неизвестно. Вот, на острове жило много мирного населения, порядка около 25-30 тысяч человек, и это были японцы. После того, как Америка начала наступать, и ее победоносное наступление продолжалось в течение практически всего заключительного периода войны, когда в середине 44-го года было решено брать Сайпан, сложилась очень неприятная для японцев ситуация. Ну, в общем, Сайпан нельзя было терять, Сайпан был ключевой, последний, в общем, верх, и если пойдет Сайпан, все, по большому счету. Я вам сейчас скажу почему. Необходимо также отметить, что перед тем, как американцы начали захватывать Сайпан за несколько месяцев до этого, император Ахирохита сказал, что все мирные жители Сайпани должны, в общем-то, сделать сипуку или там еще что-нибудь, но, в общем, покончить с собой. Причем, если они это сделают, то они приравняются по своему, ну, скажем так, духовному статусу к павшим в бою воинам. А это, естественно, было очень круто и почетно. Почему он не отдал такой приказ? На самом деле, если бы население Сайпана увидело, что делают американцы, а американцы, в общем-то, ну, к японцам относились, к мирному населению, в целом нормально, что было известно к этому моменту, и если бы коренное население Японии, а там были не просто какие-то там филиппинцы или еще кто-то там, были именно японцы, если бы японцы увидели, что американцы не такие там вообще, как их показывает японская пропаганда, были, конечно, случаи, везде были случаи, там и ожерель из ушей, там подобные вещи, но не суть. Поэтому никто из мирного населения выжить не должен был, чтобы не видеть, какие американцы, в общем-то, не самые плохие. Поэтому очень большое количество мирного населения было уничтожено, причем было уничтожено даже своей же армией Японии, много, значит, было ранено в госпиталях, убито, но, в общем, это отдельная история, там действительно страшные вещи творились на Сайпане. Но когда случилась битва за него, битва за него случилась, она шла три недели и три дня, с 15 июня по 9 июля 1944 года. Вот, собственно, не так давно, как бы, был, можно сказать, юбилей. На острове находилось 32 тысячи японских военных, их атаковала примерно в два раза больше превосходящая группировка американцев, ну и, естественно, корабли, которые обстреливали, даже здесь сохранилась фотка Индианаполиса, который обстреливал Сайпан, ну и, естественно, огромное количество других кораблей. За три недели и три дня вся полностью японская группировка была уничтожена, уничтожена, был уничтожен из 32 тысяч 24 тысячи, причем около пяти тысяч совершили суицид, в общем, поубивались разными способами, и даже есть гора, которая называется, значит, гора Бонзай-Клифф, ну это по-английски клифф от скала, значит, с которой японцы с криком Бонзай прыгали и разбивались о скалы, то есть, ну там были совершенно вообще дикие вещи, там тысячи расстрельных, убитых, и надо отметить, что по тем мирным населениям на Сайпане были также огромными, потому что большая часть укрывалась в джунглях, и различить, где там укрытие японских там партизан или военных, а где укрытие мирных жителей было невозможно, все выжигали напалмом, американцы потом много чего выжигали еще напалмом, но, в общем, по тем мирных жителей было огромное. Из 32 тысяч человек в плен попало, отметьте, 921 всего лишь, то есть, все или поубивались, или исчезли, или пропали, каким-то образом спастись с острова было нельзя, ну, в общем, суть заключалась в том, что во время нападения на Сайпан погиб и командующий генерал-лейтенант Сайта, который командовал обороной, и погибли два очень известных адмирала, Нагума и Такаги, эти люди, которые командовали в разное время большими соединениями, Нагума командовал вроде бы даже основной группой авианосцев, ну, во время, когда там был Перл-Харбор, но, собственно, они были туда отправлены за разные провинности, и там, в общем-то, и почили. После того, как Сайпан был потерян, американцы получили очень важный плацдарм, теперь их Б-29 могли спокойно взлетать, так как Сайпан был расположен 2100 километров от основной территории Японии, могли взлетать и бомбить, бомбить непосредственно территорию Японии, могли атаковать Филиппины, и, в общем-то, японцы тоже бомбили Сайпан, но как только пал и Вадимов весной 45-го года, после этого японцы уже не могли до Сайпана долететь, и на этом, в общем-то, можно было уже спать там спокойно. В общем-то, поэтому Сайпан – это очень-очень важное, ключевое место, и даже после потери Сайпан, пример министра Японии Хидеки Тадзио ушел в отставку, потому что потеря этого острова действительно была большим ударом, хотя, можно сказать, что и, в общем-то, ожидаемым, учитывая успехи американцев. Ну так вот, вернемся к нашему все-таки Сайпану-авианосцу. С Сайпаном он был, как бы так скажем, недолго, то есть, первоначальный свой этап в качестве авианосца, он был именно Сайпаном. На нем размещалась эскадрилья ВФА-103, или там у него были разные обозначения, она до сих пор существует. Это была первая эскадрилья, которая использовала, палубная эскадрилья, которая использовала реактивные самолеты FH-1 Phantom, в том числе и из Сайпана. И на самом деле, малые размеры корабля и его невозможность принимать в дальнейшем более совершенно реактивные самолеты и определила всю его судьбу, потому что он не был предназначен для таких больших и тяжелых машин. В период, значит, где-то, ну вот, до середины 50-х годов он участвовал в основном в качестве тренировочного авианосца, выходил на спасательные миссии, в том числе и к берегам Греймландии он выходил, правда, не очень там сильно помог. Находился и в Средиземном море, помогал 6-му флоту США, участвовал, значит, в различных тренировках и в Тихом океане, и, значит, в Мексиканском заливе, переходил Панамский канал, был около Корейских берегов во время Корейской войны, и там, в общем-то, тоже принимал участие, но в качестве авианосца поддержки и провел там достаточно большое количество времени, находился и в Японии, потому что в Японии размещены большие силы флота американского после войны, и до сих пор это так есть, и, в общем-то, все, что он там делал, он там поддерживал, кстати, еще и французы в Первой Индокитайской войне, ну, в общем, после всех этих событий, которые были не очень интересны, надо заметить, что, ну, там практически ничего не было, после этого он вышел из... отошел от берегов Кореи, прошел через Суэцкий канал и через Средиземное море Атлантический океан вернулся в 54-м году, 20-го июля, назад в Америку, совершив кругосветное путешествие. В Америке он пробыл недолго, после этого он участвовал в ликвидации последствий урагана «Газель», который накрыл, значит, Большие Интельские острова в Карибском море, участвовал там в помощи, в эвакуации, в доставке груза, и выведен был из состава флота в 57-м году, через 10 лет после вступления в строй, через 11, если быть точным. Авианосец хотели сначала перестроить по тому же типу, что и «Эссекс», то есть взять, добавить ему вот эту диагональную взлетную палубу, но от этого всего отказались, потому что он был все равно слишком маленьким, и решили этот корабль переделать в что-нибудь другое. Точно так же, как и его сестер-шип «Райт» и некоторые другие авианосцы, например, авианосцы типа «Комминс Бэй», которые были эскортными. Во что же решили переделать с «Айпан»? Естественно, помещений было в авианосце огромное количество, огромная большая палуба, строй, что хочешь, не хочу, и огромный ангар. Разместили там, и вообще решили переделать сначала авианосец в командный корабль, то есть разместить там командный плавучий пункт, чтобы какие-то, ну, в общем, обязанности возложить и снять их с других, например, кораблей с авианосца. Но переделали в командный пункт в результате «Райт», а «Сайпан» переделали в плавучую ретрансляционную станцию под индексом «Эйджиэймэр-2». Был еще и «Эйджиэймэр-1», это, кстати, был «Анаполис», ну, здесь «Индия-Анаполис», а это был просто «Анаполис», как раз с авианосцей по «Комманс-Бэй». Ну, в общем, его, помимо того, что переквалифицировали, так еще и переименовали в «ЮСС-Арлингтон». И с 1966 года он вошел в состав ВМС США именно под таким названием. Разместили там огромное количество оборудования, высокочастотные, низкочастотные передатчики, там порядка где-то полусотни или даже больше их было, плюс огромное количество антенн, две, значит, 33-метровые антенны, но еще большое количество другого оборудования. И теперь он мог передавать, ретранслировать сообщения, и, в общем-то, был такой плавучей радиовышкой. Очень большое значение, очень большое влияние он оказал на ход Вьетнамской войны, потому что он обеспечивал связь как раз и передачу сообщений с суши на берег, и наоборот, координировал все эти действия. И за всю свою службу во Вьетнаме он получил 7 звезд, что, ну, в общем-то, много для корабля, который обеспечивал только исключительно связь. Что он там делал во Вьетнаме, опять же, не является предметом большого интереса, потому что все это заключалось, что пошел туда, там был, значит, 34 дня на посту, потом вернулся назад, потом пошел вперед, и, в общем-то, вот так он все это самое и провел где-то до 68-го года. Как по-другому еще можно применить корабль, который имеет мощные антенны и может координировать действия большой группы кораблей? Его можно применить к поисково-спасательным работам. А что у нас было в 68-м году, ну, или там примерно чуть попозже, в 69-м, а были тогда Apollo, программа по высадке на Луну. И Арлингтон, бывший Сайпан, участвовал в как раз спасении этих самых капсул, которые приземлялись где-нибудь там в Тихом океане, и он в том числе принимал участие и в спасении экипажа Apollo 11, ну, не в спасении, как бы, но спасательные все-таки силы. Успешно поддержал свою группировку, Apollo 11 успешно приземлился, это тот самый Apollo, который первые люди на Луне были, и даже президент Ричард Никсон был на палубе Арлингтона перед тем, за день до того, как как раз была эта капсула спасена. Естественно, надо понимать, что всему хорошему приходит когда-то конец, и учитывая то, что авианосец был, ну, в общем-то, спущен на воду очень-очень давно, и после всех этих переделок, оборудование тоже, надо понимать, устаревало. Одним словом, в 70-м году корабль был выведен из состава флота, примерно, значит, через где-то всего лишь 4 года после того, как его ввели в строй именно в качестве вот такого вот корабля, но надо заметить, что он там переделался в течение нескольких лет в этот ретрансляционный плавучий корабль, и в 76-м году он был сдан на СЛО. Такая вот у него, да ну, достаточно, можно сказать, интересная судьба, успел, не попал на одну войну, успел поучаствовать в двух других войнах, был переквалифицирован, и даже он космонавтов ловил на просторах океана, и мне кажется, что, ну, может быть, поэтому, может быть, по какому-то другой, по какой-то причине он был добавлен в нашу игру, а не тот же самый Комминс Бэй, например, Комминт Искортный авианосец. Такие вот, в общем, дела. Ну, и давайте я вам все-таки покажу, как же он выглядит у нас в ангаре, и что необходимо сделать, чтобы его можно было приобрести. Итак, авианосец находится на седьмом уровне, и, в общем, у него есть очень много интересных особенностей. Для начала, как его можно получить? Получить его можно исключительно через индивидуальные предложения при соблюдении следующих условий. У вас должно быть сыграно 20 боев на авике, причем, как минимум, один победный бой на авианосце пятого уровня с опытом чистым 500+. Вроде бы именно так они звучат, то есть у вас должен быть какой-то опыт типа игры на авианосце. Вылезет вам индивидуальное предложение, где-то вот здесь оно появится, и стоить корабль будет 9,5 тысяч дублонов, ну, или вроде сейчас на него какая-то там скидка 5%, что ли, или что-то около того. Ну, и плюс у вас еще должны быть эти дублоны на счету, чтобы этот корабль сразу купить. Какие у него есть особенности? Особенности заключаются в его самолетах, конечно же, а не в чем-то там другом, потому что, как я уже сказал, ПВО тут арлекон и бафорсы, 127-мм установок нет. Давайте эскадрилье поглядим. Есть 2 сетапа, значит, это 3 истребителя, 1 бомбер, и 2 истребителя, 2 торпедоносца. Такие вот, в общем, дела. Как бы ничего необычного, ПВО сетап, ну, и, в общем, ударный сетап, можно так сказать, правда, без бомберов. Интересность заключается в составе его эскадрильи, потому что истребителей в группе всего лишь 3 штуки, а бомбардировщиков в группе аж 8. То есть, как бы, если вы прокачаете командиру вот этот вот навык, воздушное господство, плюс 1 истребитель, плюс 1 бомбардировщик, будет очень интересно, будет 9 бомберов, это почти, ну, не почти, это полторы эскадрильи, обычных, американского авианосца, и это больше, чем 2 эскадрильи японского, если без перка. И, соответственно, истребителей будет по 4 в каждой, это значит, что всего вы можете поднять в воздух 12 самолетов, 2 полных эскадрильи. Плюс, к тому же, еще что интересно, истребители у него не обычные, а 9 уровня, тропедоносцы у него тоже 9 уровня, и бомбардировщики у него тоже 9 уровня. Бомбы здесь 1000 фунтовый по 10, 800, ну, и, соответственно, хп здесь тоже настроено так, что это действительно самолеты 9 уровня. Значит, что здесь есть в 2 полетном контроле, он намного хуже по общему количеству очков, и большая часть, что я видел в рандоме, ну, в ранговых боях этих сайпанов, они играются именно с 1 полетным контролем, потому что, ну, со вторым как-то не настолько все интересно. Тропедоносцы в группе тоже 3, и их увеличить никак нельзя, то есть всего можно 6 поднять в воздух, то есть одна такая полноценная эскадрилья американская. Значит, что интересного вам про этот корабль еще рассказать я не знаю, естественно, можно тут поставить, ну, авиагруппу, полетный контроль, это все, как бы, я вам советовать не буду, честно. Я не знаток игры на авианосце, и я играл на нем в истребительном сетапе, когда его пробовал, исключительно, значит, брал чистые небеса, уничтожал все живое, это я-то с моим скиллом, ну, там надо уметь в альтернативную атаку играть, вот, но надо отметить, что по мнению тех людей, которые умеют играть на авианосцах, это, ну, им бы практически там всем дела, и даже где-то есть информация, вроде бы на форуме выкладывали, что один из веководов хороших, вроде бы даримитера, я не буду врать, прошел повторно ранговые бои на Сайпане, с Венрей, там что-то там 8-10-7 или что-то там за 90 что-ли боев, ну, в общем, я не знаю, какие-то такие страшные вещи рассказывают, и я как бы вам ничего не рекомендую, просто рассказываю то, что знаю сам, одним словом, вроде бы все очень круто, и даже там фармить чего-то, но такие вот дела, моя задача была вам рассказать больше истории, потому что мне самому было интересно про него узнать, значит, тогда на сегодня завершаемся, в общем, кто хочет, может проследовать на чьи-нибудь другие каналы и там поискать про Сайпан, я думаю, что найдет, а на сегодня все, с вами был Фуриос и до скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok